Всем привет! Меня зовут Джин Лав, Анатолий Быков, и это первая часть презентации о лучшей игровой клавиатуре в мире. Также в своих презентациях я расскажу о том, как самостоятельно изготовить лучшую игровую клавиатуру для себя, и о многом другом. Но прежде чем мы начнем, мы сначала разберемся, что же такое игровая клавиатура, а что такое неигровая клавиатура. Потому что я в результате своих разработок пришел к выводу и к новой характеристике, которая будет отличать игровые клавиатуры от обычных, от неигровых. Итак, поехали. Начнем с того, что название моей клавиатуры является J.K.L. Max Effect. И что же это означает? Дело в том, что в своих клавиатурах я стремлюсь к максимальной эффективности игровых клавиатур. То есть, когда я создаю игровую клавиатуру, я хочу, чтобы она была максимально эффективна в игре и приносила максимальную пользу и результат. Именно поэтому у нее такое название Max Effect. Первые три буквы J и K.L. Это означает то, что это логотип моего бренда. Моготип моего бренда Gene Love. А буква K посередине означает то, что это клавиатура Keyboard. Вот так все просто. Теперь давайте, ребята, приступим к тому, что разберемся, что же такое игровая клавиатура, что такое обычная клавиатура. И я начну издалека. Сначала я изобрел первую свою игровую клавиатуру, которая была вот такой. И дальше я создал вторую игровую клавиатуру. И в результате опыта создания игровых клавиатур и большого количества тестов, исследований и тайпинга, и различных экспериментов, я придумал новую характеристику, которая отличает игровую клавиатуру от неигровой. И теперь я все расставлю на свои места. Потому что я считаю, что большинство клавиатур вот с такой раскладкой. Вот. Большинство этих клавиатур являются неигровыми. Это все маркетинговые аферисты, которые вешают нам лапшу на уши, что это игровые клавиатуры для того, чтобы нам их продать. На самом деле, все эти клавиатуры с такой раскладкой являются самыми обычными клавиатурами. Потому что они создавались просто для набора и печатания текста. Вот. Какая бы она ни была, там, дорогая на механических переключателях или какая-то еще, если у нее такая раскладка похожая, то это не игровая клавиатура. Это обычная. Почему же я так считаю? Все очень просто. Я создал уже две игровых клавиатуры. И в первой игровой клавиатуре я расположил переключатели таким образом, что они были эффективны и удобны для игры. В результате игры, я очень много на ней играл, я понимал, что нужно улучшать и в каком направлении двигаться. И в итоге я придумал характеристику отличительную игровых клавиатур от неигровых. И эта характеристика называется KSM. Я сам придумал такое название, потому что просто она круто звучит. KSM. И что же эта характеристика означает? Означает она следующее. Это количество клавиш, которые вы можете нажать с максимальной скоростью и точностью. Ну, тут в принципе все понятно, да? Теперь давайте я объясню. То есть, когда мы играем, мы за какое-то единицу время, за какой-то промежуток времени, за какой-то момент, мгновение, можем прожать определенное количество клавиш. В игровой клавиатуре то количество клавиш, которые мы можем нажать за какой-то момент в игровой клавиатуре, в настоящей игровой клавиатуре, оно больше. В обычных игровых клавиатурах количество клавиш, которых мы можем прожать за определенный момент, меньше. Почему же их здесь меньше, а там больше? Все дело в том, что как мы можем прожать эти клавиши? А клавиши мы можем прожать всего лишь по двум критериям. Это с максимальной скоростью и с максимальной точностью. Вот. Соответственно, в обычных игровых клавиатурах, вот таких, да, мы не можем прожать большое количество клавиш с максимальной скоростью. То есть, какие-то клавиши мы нажимаем быстро, а какие-то клавиши мы нажимаем медленнее. Почему? Мы это нажимаем медленнее, потому что мы, чтобы нажать на какую-то другую клавишу, нам приходится перемещать и двигать рукой кистью. А на движение кисти и на перемещение кисти уходит время. Поэтому уже идет потеря времени на движение. Вот. Это первое отличие. Второе. То, что мы не можем нажать большое количество клавиш с максимальной точностью, это то, что когда мы двигаем рукой и перемещаем кисть, мы промахиваемся. Мы можем нажать другую кнопку, промахнуться, мискликнуть или вообще не успеть нажать на нее в игровом моменте и тем самым, соответственно, проиграть, да. В игровой же клавиатуре она создана таким образом, что все клавиши расположены уникальным образом по траектории скручивания ваших пальцев, по траектории движения ваших пальцев. Вот. Все уникально, точно и правильно расположено. И таким образом это дает нам следующее. Это дает то, что мы можем за какое-то мгновение, за какой-то промежуток времени в игровом моменте прожать большое количество клавиш, большое количество клавиш с максимальной скоростью и точностью. Почему это происходит? Это происходит потому, что мы, первое, мы никуда не двигаем рукой, чтобы нажать какую-то клавишу. Все клавиши так эффективно расположены, что нам не нужно совершать движение кисти. Вот. Все клавиши эффективно расположены. Вот. И мы нажимаем эти клавиши быстро. Быстрее, чем в обычных клавиатурах. То есть, скорость максимального нажатия на клавиши. И количество клавиш намного больше. А второе, то, что мы нажимаем эти клавиши с максимальной точностью. То есть, мы не промахиваемся, мы не мискликаем. Мы нажимаем эти клавиши с максимальной точностью, и это самое главное. То есть мы нажимаем их, потому что, как бы сказать, мы их точно нажимаем и всегда чётко нажимаем, потому что нам не нужно совершать движение рукой, чтобы нажать какую-то клавишу. То есть мы можем нажимать эти клавиши максимальным коротким движением пальца, и мы тем самым исключаем промахи, месклики и так далее. Вот, это общее понимание игровых клавиатур. И я рекомендую вам понимать, что все игровые клавиатуры, которые большинство компаний называют с обычной раскладкой игровыми клавиатурами, они не являются игровыми клавиатурами, потому что мы здесь не можем, просто физически не можем нажимать большое количество клавиш с максимальной скоростью и точностью. Когда вы создаёте свою собственную игровую клавиатуру, и когда все переключатели стоят уникально по траектории движения ваших пальцев, вот, тогда вы можете нажимать большое количество клавиш с максимальной скоростью и точностью, и ваша эффективность в игре сильно увеличивается. Так, это общее понимание. Теперь вы знаете, что всё, что нам, как бы сказать, пропагандируют компании, да, это всё просто маркетинг для того, чтобы вам продать то, что они хотят. Вот, но на самом деле эффективность игры от этого ваше не увеличится. Только когда вы самостоятельно изготовите игровую клавиатуру уникально по своим пальцам, а пальцы у всех разные, разной длины, ладонь у всех разная, разная, как бы, ширина, разная траектория скручивания пальцев и так далее. Вот, только когда вы сами создадите уникальную игровую клавиатуру, вы тогда сможете чётко, эффективно отыгрывать в играх и побеждать. Вот, если вы будете использовать обычную клавиатуру, результат игры, даже если вы купите дорогую клавиатуру, от этого не возрастёт. Только когда вы создадите самостоятельно свою клавиатуру, только тогда эффективность вашей игры увеличится. Почему? Просто за одну секунду, просто за пару секунд или 2-3 секунды в игровом моменте вы сможете больше прожимать клавиш, быстрее, эффективнее и точнее реагировать на ситуацию. Вот, это даёт такая клавиатура. Почему вы сможете это сделать? Вы сможете это сделать, потому что я записал видеоинструкцию о том, как я создавал эту клавиатуру. И, просмотрев её от начала и до конца, вы сможете создать свою собственную игровую клавиатуру, посмотрев то, как это сделал я. А также я хочу сказать, что вы ещё сможете даже лучше сделать игровую клавиатуру, потому что, когда я создавал эту игровую клавиатуру, Я совершил большое количество ошибок Вы этих ошибок не допустите Потому что у вас будет видеоинструкция Вы знаете, где я ошибся И вы просто этого не будете делать И сделаете по-другому, лучше Ну, это было кратко, да? Чуть-чуть отступление А сейчас давайте поговорим именно об этой клавиатуре И немножко поговорим И я первую часть презентации на этом закончу И приступлю ко второй части презентации Итак Краткие параметры этой игровой клавиатуры Так, первый параметр то, что Эта игровая клавиатура Она создана собственноручно И здесь используются механические переключатели Cherry MX Low Profile Это низкопрофильные переключатели У которых длина хода 3 мм И ход до срабатывания 1 мм Также здесь используется схема Мозг клавиатуры, да? Вот Непростой То есть это база клавиатуры Микросхема, да? От клавиатуры Cooler Master SK 630 То есть, значит здесь Есть возможность Любую клавишу Любую кнопку Любой переключатель Переназначить И назначить другой клавишей То есть, допустим Вы хотите, чтобы здесь была Буква там какая-то R, да? А здесь была буква там D Вы можете переназначать эти клавиши В программе, да? То есть, есть программное обеспечение Вот оно То есть, вы можете установить Программное обеспечение И переназначать любые клавиши Также есть макросы Вот назначение клавиш Макросы Много Четыре профиля То есть, вы можете настроить клавиатуру Четырьмя разными Образами То есть, как будто у вас будет Четыре разные клавиатуры Ну и, естественно, различные подсветки Вот Это в общих чертах В общих чертах И первое Чтобы просто вас немного порадовать Первой презентацией Я покажу вам Подсветку Именно, какие виды подсветки здесь есть А потом уже В следующих частях презентации Мы уже будем говорить О Почему Каждые различные переключатели Так расположены Почему и как это эффективно Насколько это эффективно Что это дает в играх Почему все кнопки Занимают определенную позицию Почему именно такая раскладка Да? А не другая И о многих других нюансах Да? Ну а сейчас просто немножко Порадуемся Подсветкой клавиатуры И ее На нее посмотрим Собственно Да? Как она выглядит Вот Также, если вы заметили Эту клавиатуру я создавал Для игры Дота 2 Вот И здесь я Символически Вставил в нее наклейки Это Зевса Снайпера Тролля Леона Пугна И Рики То есть просто Я в основном Играю на этой клавиатуре В доту 2 И поэтому Я Создавал именно Такую клавиатуру Для игры в доту 2 Вот Сейчас я попрошу Чтобы выключили свет И мы посмотрим Всю подсветку А потом уже Приступим К другим Самым важным Моментам О самом главном Я расскажу Уже в следующей части Видео А именно О том Как расположены Уникальным образом Все переключатели Вот Ну и собственно Давай теперь посмотрим На подсветку Нашей клавиатуры Естественно Здесь стоит РГБ подсветка Вот И Она у нас Очень красивая Буду стараться Подальше Держать камеру Потому что Очень ярко светит Вот И Давайте просто я Пощелкаю Различные подсветки Подсветки я могу Переключать Как и здесь На сочетаниях клавишек Да Менять подсветки Также я могу Как его Делать это В программном обеспечении Мне будет проще Это делать В программном обеспечении Потому что Я буду сразу Называть Название данной подсветки И так далее Вот Так Поехали Первая подсветка Здесь Статическая То есть Здесь Есть возможность Статическая подсветка То есть Она будет светиться Допустим Каким-то одним цветом Да Вот Вот такая вот Подсветка И Что мы можем здесь Так как здесь Мозги От Кулер-мастера К-630 Мы можем Самостоятельно Выбирать Любой цвет И наша клавиатура Будет Цветиться Абсолютно по-разному Да То есть То есть Как мы сами Захотим Соответственно Это статическая подсветка Просто светится Все Есть световая волна То есть Различными цветами Она подсвечивается Светится Светится Со всех сторон Есть Так называется Есть перекрестный режим То есть Когда мы нажимаем Какую-то клавишу Срабатывает Перекрестный режим Крест-накрест Идет Подсветка Есть Одна клавиша То есть Мы нажимаем Подсвечивается Какая-то Клавиша Определенная Есть Настройка Это самая интересная Подсветка То есть Мы можем Сами задать В какой области Где будет у нас Светиться В каких местах Ну да Допустим Я вот сейчас Вот здесь Беру И включаю Разные кнопки Подсветку Также я могу Выбирать цвет Каким цветом Будет светиться Каждая кнопка Да Вот А что-то отключать Что-то буду Ну то есть Я сам могу назначить Где какая кнопка Будет светиться И каким цветом Вот То есть Возможностей очень много К тому же По спектру Мы можем регулировать Как Вот здесь Не просто цвет Ну и Глубину Ну и тут Различные параметры Свечения Вот Давайте Теперь пойдем Дальше Это понятно Что мы можем Включили Отключили Да Вот Вот здесь Я только что Включил Да Вот Итак Идем Следующая Подсветка Это Звездный эффект То есть Просто Мигает У нас В различных местах Наши Диодики Да Также можно выбирать Цвет и так далее Ну цвет всегда Можно выбирать Есть звезды Обычные Есть звезды Произвольные Вот здесь вот Можно поставить галочку И будет произвольно Мигать Произвольно Что это означает Это скорее всего Означает Скорее всего Это означает Будет мигать Различными цветами Так я и подумал То есть Смотрите Видите Мигает В различных местах И различными цветами То есть Вот таким вот образом Так Есть Капли дождя То есть Как будто Дождь капает И это все Бульбушит Вот таким вот образом Тоже различные цвета И так далее Все это очень Интересно И красиво Смотрится Тоже мы Сами можем Регулировать Тоже можно Ставить Произвольно Можно ставить Капли дождя В режиме неба И по разному Да Вот То есть Вариантов Очень много Так Есть Цветовой круг Ну здесь все просто Просто Мир Цаня Различными цветами Тоже Очень красиво Очень красиво И ярко Не знаю Насколько Камера Передает Всю красоту Но То как я Это вижу Своими глазами Смотрится Очень красиво Вот Может быть Камера Так сильно Не передает Есть Мерцание Когда Потухает Всплывает И так далее Ну и Пульсация Нажимаем Что-то Срабатывает То есть Пульсация Так Есть Произвольная Пульсация Так же Ну и И другие Такие Уже Там Режимы Снегопад Отключил Сердцебиение И так далее Огненный Шар Круговой Спектр Круговой Спектр Кстати Может быть Как по Часовой Стрелке Так и Против Часовой Мне Это тоже Очень Подсветка Нравится То есть Сначала Она может Светиться Одним Цветом Потом Другим Цветом И так Далее Очень Красиво Это все Дело Смотрится Так же Можно Поставить Круговой Спектр В другую Сторону Вот Реактивный Торнадо Есть режим Есть Рябь На воде Так Реактивный Торнадо Рябь На воде Змейка Ну И В принципе Дальше Давайте Остановимся На этом Смотрите Это была Первая часть Презентации В которой Я рассказал Немножко Общего Об игровых Клавиатурах Во второй части Презентации Мы уже будем Углубляться В детали Почему именно Так все Расположено Уникальным образом И почему Это максимально Эффективно И как это Будет влиять На игру И так далее Мы будем Разбирать Каждую позицию Клавиш И о многом Другом Вы уже Сможете Посмотреть Во второй презентации А для того Чтобы это видео Не было Сильно Долгим Я его Заканчиваю И мы Увидимся Во второй части Презентации Также Я хочу Сказать Что Если вы Хотите Самостоятельно Изготовить Такую же Игровую клавиатуру Или еще Лучше Для себя То вы Просто Можете У меня Купить Видеоинструкцию Приобрести Видеоинструкцию О том Как я Это сделал И Самостоятельно Тоже Изготовить себе Клавиатуру Для этого Просто По ссылке В описании Есть ссылочка Ко мне Вконтакте Пишите мне Вконтакте Я вам Вышлю Данную Видеоинструкцию После оплаты Цена Небольшая Тоже все будет Написано В описании Просто мне Пишите В личку Вконтакте И мы Обо всем Договоримся Итак Ну а Дальше Кто хочет Узнать Еще Больше Полезной Информации И почему Именно Такая Игровая Клавиатура Будет Максимально Эффективна Для игры И почему Это так И есть Вы уже Узнаете Во второй Части Презентации В которой Я буду Рассказывать Более Подробно О всех Клавишах Почему Они так Расположены О форме Клавиатуры О ее Эргономике И так Далее Это все Во второй Части Презентации Презентации